Всем привет! Если фитнес-браслет, то либо смарт-бенд от Xiaomi, либо просто бенд от Huawei. Я думаю, подобная мысль посещает многих, а не только меня. С каждым поколением браслеты обеих компаний эволюционируют, шаг за шагом становясь все лучше. И пусть порой ступеньки этого прогресса очень невелики, с прыжком в два поколения набирается достаточно много улучшений. И сегодня я расскажу вам про новый Huawei Band 9. Поехали! У меня до сих пор лежит старенький Band 7, которым я пользовался в промежутке между тестами других часов или браслетов. И при прямом сравнении видно, что при одинаковой диагонали и площади экрана размеры корпуса уменьшились, отчего создается впечатление, что дисплей стал более вытянутым. В каких-то моментах кажется, что 7 выглядит симпатичнее, но сами ремешки у новой модели интереснее и держатся куда лучше, плюс цветные вариации весьма интересны по своему исполнению и дизайну. Главными же отличиями нового Band 9 от старых браслетов Huawei является, конечно же, похорошевший по характеристикам экран. Он не только стал ярче, но и обзавелся датчиком автояркости, который работает очень и очень неплохо. Конечно, если взглянуть на куда более дорогой Samsung Galaxy Fit 3, то станет очевидным факт, что у корейца запаса яркости больше. Но и на Band 9 информация на дисплее всегда остается читаемой. Разве что Always on Display под солнцем не будет виден, к сожалению. Пиковую яркость производитель заявляет в 650 нит. Я же намерил где-то в районе 570 в режиме фонарика, что также хорошо для данного типа устройств. Еще одно улучшение 60 герц вместо 30. Я бы не сказал, что анимации прямо-таки идут в 60 фпс, но однозначно интерфейс стал работать приятнее. Жаль, что рамки у экранов все еще огромные. По остальному это классический браслет от Huawei со всеми плюсами, к которым я всегда относил точный сбор данных, отслеживание сна и множество тренировок. В этом плане ничего не поменялось, с той лишь разницы, что программное обеспечение получило обновление. А иму датчик, которым производитель называет комбинацию из акселерометра, гироскопа и магнитомера, теперь 9-осный, а не 6-и, что позволяет еще точнее определять движение человека и тип нагрузки. Интерфейс классический, можно сказать, максимально консервативный. Родные циферблаты имеют свое представление Always on Display, и в отличие от Samsung Galaxy Fit 3, в таком режиме Huawei Band 9 живет до 5 дней, с включенным мониторингом всего и вся. А без Always on Display в 2 раза больше, то есть где-то около 10 дней. Раз уж сразу рассказал про автономность, то скажу и про зарядку. 45 минут от 0 до 100 с помощью комплектного кабеля, который не меняется уже очень много поколений, и подходит в том числе к детским часам Huawei. Как и обычно, на поступающие сообщения в мессенджерах можно отвечать заготовленными ответами, переключать треки в запущенном на телефоне музыкальном плеере и вешать трубку входящего звонка. Микрофона и динамика тут для приема нет, хотя не столь известные китайские производители за сопоставимые деньги уже представляют часы с указанными компонентами, да еще и с модулем GPS. В Band 9 GPS, к сожалению, нет, видимо его добавят еще через пару поколений. Мне достался сэмпл, который кто-то нещадно ушатал. За три недели использования, кроме уже полученной до меня трещины на стекле, девайс не собрал новых повреждений, да и мой старый Band 7 даже спустя два года выглядит неплохо, лишь растеряв олеофобку по краям дисплея. В ролике о Samsung Galaxy Fit 3 я позволил себе фразу, что Band 9 будет и дешевле, и лучше. И это не совсем правда. Fit 3 выглядит на фоне Band 9 куда более навороченным устройством. С более планными анимациями, крутым экраном, металлическим корпусом и так далее. Но сливает по полной китайцу в автономности. Сказать, что в реальном опыте использования у Samsung были какие-то большие преимущества, значит соврать. Но воспринимается он дороже. А вот Huawei предлагает свои услуги ровно на ту сумму, что указано на его ценнике. За 3000 рублей браслеты лучше, мне кажется, не сыскать. Как показала моя практика, живут браслеты от Huawei очень долго, а прошивки отличаются хорошей стабильностью. Это, кстати, снова камень в огород Samsung, который отвратительно снимает данные о сне ночью, в отличие от куда более доступного Band 9. Кроме того, корейцы почему-то откинули огромную часть рынка в лице устройств от Apple. Их браслеты нельзя подключить к iPhone, а вот Band 9 можно и нужно. Синхронизация со смартфоном производится фирменным приложением Huawei Health. Из Play Market его удалили, хотя в App Store оно все еще есть. На Android ставим через App Gallery. В этом проблем нет. Да и большинство уже поставили себе альтернативный маркет из-за трудностей с покупками у Google после всевозможных санкций. В паре с родными смартфонами от Huawei в меню приложений браслета появляется камера, которая позволяет управлять затвором и включать приложение на телефоне. Но картинки с видоискателя на браслет передаваться все равно не будет. Интеграция в самом смартфоне также не сильно отличается от работы браслета с любыми другими телефонами. Разве что в разделе суперустройства можно будет сразу перейти к разделам из приложения Huawei Health. Защита от влаги пыли имеется, причем сразу уровня 5 атмосфер. Не буду скрывать, старый Band 7 я вообще не жалел. И он, как видите, до сих пор жив. Band 9 навряд ли будет хуже по этому параметру. Скорее наоборот. Даже не знаю, чего еще и добавить, поэтому давайте переходим к итогам. Band 9 очень хороший браслет, который до копейки отбивает все вложенные в него средства. Слабых мест у него фактически нет. Если сравнивать его с более дорогими устройствами, он естественно где-то уступит. Хотя по качеству сбора данных с датчиков и их анализу он сможет опередить многих. Стоит ли обновляться владельцам Band 8? Сомнительно. А вот те, кто пользуется Band 7 или еще более старыми браслетами, вполне улучшения для этих пользователей будут вполне очевидными. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь и ставьте лайк, ведь впереди нас ждет много интересного. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!